Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня в России прошли масштабные митинги в поддержку специальной военной операции. Эстафету поддержала и Карачаева, Черкесия. Участвовали представители органов власти, политических партий, общественных и молодежных организаций республики. В этот день поздравить защитников Отечества, участников специальной военной операции, членов их семей пришли несколько сотен человек. Свои музыкальные поздравления зрителям дарили солисты и творческие коллективы республиканской столицы. Десятки сыновей Карачаево-Черкесской республики удостойны орденов, медалей и иных боевых наград. Воинский подвиг многих из них увековечен в городах и селах, в станицах и аулах нашей республики. Их достойный пример настоящего отслужения Отечеству бесспорно найдет свое место на страницах учебников истории нашей страны и нашей республики. Станет ярким ориентиром для продолжающих поколений. Мы все убеждены, что итоги специальной военной операции будут справедливыми. За Россией победа! Сегодня в Карачаево-Черкесии стартовал телемарафон «Все для победы». В эфире телеканала «Архыз-24» собрались представители правительства военного комиссариата, депутаты парламента республики, политических партий, общественных движений республики и участники СВО. Организатором марафона выступает Единый республиканский штаб по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей при главе республики в рамках проекта Народного фронта «Все для победы». Собранные средства пойдут на закупку дополнительного военного снаряжения, продуктового обеспечения и тактической спецтехники. На имя главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова и в адрес всех жителей республики от первых лиц страны поступили официальные поздравления с Днем Защитника Отечества. Этот поистине всенародный торжественный праздник отмечается по всей стране и обращает нас к бессмертным подвигам многих поколений наших предков, которые в тяжелый час испытали испытания и поднимались на защиту родной земли. Сегодня мы по праву гордимся наследниками этих легендарных родных традиций, героизмом и мужеством, твердой приверженностью к идеалам патриотизма, честного служения Отечеству. В зоне проведения специальной военной операции по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова отправились руководитель администрации главы правительства Муратозов и заместитель председателя правительства республики Евгений Поляков. Они передали бойцам очередной груз снаряжения и обмундирование, а также обсудили с военнослужащими, какая им необходима дополнительная помощь в обеспечении и как налажена связь с родными и близкими и другие возникающие проблемные вопросы. Наряду с этим на передовую прибыл очередной груз обмундирования, снаряжения и продовольства из Карачаева-Черкесии. Основу груза составили приборы ночного видения, тепловизоры, дальномеры, оптические приборы, вещевое обмундирование, продукты, питание. И по распоряжению главы республики также направлено два полноприводных автомобиля. Напомним, ранее бойцам из нашей республики также было направлено два автомобиля пикапа. Поинтересовались о них, побеседовали с нашими бойцами, поинтересовались, как у них налажена связь с их родными в Карачаево-Черкесии, не поступают ли оттуда к ним какие-то тревожные сигналы, есть ли какие-то проблемы по выплатам. Но это все Рашид Борисбич уделяет очень огромное внимание. Привезли очередной груз, в основном это приборы ночного видения, тепловизоры, дальномеры, оптические приборы. Привезли тоже вещевое обмундирование, продукты питания, то, что сегодня нужно на передовой. Груз отправляется регулярно, какая партия, не скажу. Всего отправлено было, вместе с гуманитарной помощью, было отправлено более 120 тонн груза. Служащих поблагодарил всех жителей Карачаева-Черкесии, лично главу региона за оказываемую помощь и поддержку, боец с позывным «Мустанг». Спасибо жителям Карачаева-Черкесской республики, особенностям Рашиду Тимрезову. Мы видим, ценим вашу помощь. Спасибо вам большое. Здесь, в зоне СВО, это ощущается в два раза больше. Даем слово, слово офицеру, что мы вас не подведем, будем служить. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами мокрый снег, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью до 7 градусов мороза, в горах до минус 12, а днём минус 2 плюс 3. И местами до 8 градусов ниже нуля. На дорогах гололедица. Черкесский снег, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью до 4 градусов мороза, днём до минус 2, и на дорогах гололедица. Лечение катаракты в клинике 3Z по понятной стоимости и без доплат. Операция с импортным хрусталиком. Анализы, трансфер и проживание в гостинице за 35 тысяч рублей. Запись по телефону 8 800 533 90 82. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Потерял работу и образовались большие долги перед банками. Коллекторы звонили, приезжали круглосуточно. Компания «Бизнес-юрист» помогла списать долги через банкротство. Теперь вот, начиная новую жизнь. Единственный способ защиты детей от полиэмилита – это вакцинация, говорят медики. Иммунизационная компания направлена на укрепление иммунитета среди детского населения. О дополнительной иммунизации детей против полиэмилита – репортаж Мадины Лайпановой. Прививать или не прививать – вопрос, которым в последние месяцы задаётся практически каждый родитель Карачаева-Черкесии. Вот из имфира Черкесова мама трех девочек не стала исключением. Проконсультировавшись со специалистами, изучив информацию из официальных источников, она приняла твёрдое решение, что её дети должны быть защищены. Плановую вакцинацию от полиэмилита её старшая дочь завершила уже давно, а вот двоим младшим близняшкам осталось получить по последней шестой прививке. Старшей все прививки я уже сделала, шесть прививок, а у младших пять прививок. Они перенесли все прививки очень спокойно, все прививки вовремя мы делали. Вот шестая прививка сейчас сделаем в комплексе, как всем начнут делать, так и я согласию дала. И сделаем последнюю прививку. Благодаря целенаправленной массовой иммунизации детей против полиэмилита, Российская Федерация в 2002 году в составе Европейского региона была сертифицирована как страна, свободная от полиэмилита и сохраняла свой статус в течение минувших 20 лет. При этом на территории некоторых субъектов Северокавказского федерального округа в последние годы выявлена циркуляция вакцинородственного полиэвируса в окружающей среде. Сложившиеся условия являются предвестником осложнения эпидемиологической ситуации по полиэмилиту на территории как субъектов Северокавказского федерального округа и Российской Федерации, так и Карачаева-Черкесии. В связи с этим было принято решение о проведении кампании по дополнительной иммунизации детей в возрасте от трех месяцев до десяти лет. В рамках дополнительной иммунизации будет использоваться оральная полиэмилитная вакцина, в народе известная как живая, а в отдельных случаях – инактивированная вакцина. Цель этих мероприятий направлена на то, чтобы не возникли случаи заболевания. Мы можем то же самое мероприятие провести и после возникновения случаев заболевания, но это будет непростительной ошибкой как для всего медицинского сообщества, так и для родителей, которые допустили такую оплошность и не привили своего ребенка. Как говорят специалисты, вакцинация живой прививкой необходима для создания кишечного иммунитета. Так, согласно статистике, вероятность осложнений при использовании живой вакцины – один на миллион. Если же у ребенка имеются определенные противопоказания, то непривитым ранее детям, вне зависимости от возраста, вводят инактивированную вакцину. Важно, что все российские препараты против полиэмилита сертифицированы и прошли исследования на безопасность. Практически полиэмилитная вакцина осложнений не дает. Мы раньше прививали детей в роддоме, начинали с нулевой дачи, то есть именно с живой полиэмилитной вакциной. И дальнейшие детей прививали раньше с живой полиэмилитной вакциной. Практически не было никаких осложнений. Окончательное решение о вакцинации своего ребенка принимает исключительно родитель. При этом следует помнить, что и ответственность за последствия в случае заболевания также ляжет на него. Вадина Лайпанова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. В Качагу имени Умара Алиева писали «Тотальный диктант на языках народов Карачаева-Черкесии, организованный в честь Международного дня родного языка». Более ста площадок были открыты для участников данной акции. Основная задача мероприятия – повысить интерес к изучению родного языка. В «Тотальном диктанте» принял участие и Алихан Лепшоков. Центральной базовой площадкой второго «Тотального диктанта» стал Качагу имени Умара Алиева. Именно отсюда шла прямая трансляция диктанта на другие базовые площадки, расположенные на территории России и в странах, где проживают представители диаспор народов Карачаева-Черкесии. Мы надеемся, что это мероприятие позволит увеличить интерес к изучению родного языка и улучшению языковой грамотности, отметил исполняющий обязанности ректора Качагу Таусултан Узденов. За этот год увеличилось количество площадок и желающих принять участие. По всему миру на сегодняшний день зарегистрировано более 100 площадок. Может быть, еще те, которые не зарегистрировались, но принимали участие. Это говорит о том, что к проблеме языка, не только к проблеме языка, а к культуре, к прошлому народу и к проблеме сохранения культуры вообще народа, уделяется сегодня большое внимание. Текст диктанта на родных языках читали учителя, педагогический стаж Каток превышает 50 лет. Нам отратно принимать свое участие в этом значимом деле для сохранения родного языка, подчеркнули они. Мы сами обязаны и должны развивать свой язык, родной язык, такими мероприятиями. В основном содержание этого диктанта освещено родной стране. Называется Туанчерин, родное место, где родится, особенно развитие карачаевского языка, искусство. В тотальном диктанте участвовали и представители администрации Карачаевского городского округа. Это прекрасная возможность проверить знания родного языка, отмечали участники диктанта. Мы все должны сохранять свой язык, свою культуру, свои обычаи. При этом мы богаты своей историей. Как говорится, кто забывает свою историю, тот под сомнение ставит свое будущее. Но сегодня я очень хорошо и комфортно провел время, с удовольствием написал данный диктант. Ногайская площадка очень широкую географию имеет сегодня. Сегодня пишут в Дагестане, сегодня пишут в Астрахани, в Ставропольском крае, в Нефтикунском районе, в Нераловодском. Пишут, естественно, в Карачаево-Черкесии, в Ногайском районе, в аулах. Мы надеемся, что и в дальнейшем будем расширять географию участников тотального диктанта, заверили организаторы мероприятия. Алихан Лебшоков, Расул Берди, в Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. В преддверии Дня защитника Отечества автоинспектора Дагехабльского района поздравили водителей с праздником. Автолюбители, тормозившие у обочины по требованию сотрудников ГИБДД, с некоторой опаской дожидались, когда к ним подойдет человек в форме. Однако, узнав о цели остановки, облегченно вздыхали и с радостью принимали поздравления. Вам подарочки вот такие, конфетки, чтобы вам вкусно было жить. И удачи вам на дорогах, будьте внимательны, аккуратны. Здоровья вам крепкого, зеленых светофоров. Спасибо. Удачи на дорогах. В Черкесск приехала выставка зоопарк и свои двери она распахнет завтра в 11 часов. На животных можно будет не только посмотреть, но и даже потрогать и покормить присутствие гида по выставке. Альвина Кроченова-Кенжева уже успела познакомиться с маленькими зверюшками. С 23 февраля по 9 марта включительно в республиканской столице пройдет выставка животных. Ребята будут в восторге от шустрого енота, которого можно покормить с рук. Также получат положительные эмоции от общения с дерзким, на первый взгляд, дикообразом. Тут и спокойная пушистая шиншилла, и различные грызуны. Никого не оставит равнодушным белоносая мартышка, которая наблюдает за всеми и боится что-то упустить из виду. Строит мордочки, раскачивается, повиснув на одной лапе. На выставке разнообразие милых кроликов. А пауки неспешно плетут свою паутину. Величественно оглядывают округу игуаны и хамелеоны. Я видел серию фиксиков про хамелеона. И он здесь оказался. Он мне очень понравился. Ты его хорошо разглядел? Да, хорошо. Здесь очень круто побывать на этой выставке. Здесь все мои животные, мои любимые. И я еще позову моего брата. Выставка животных пройдет в Центре развития предпринимательства на Горького, 8, с 11 до 20.00. Организаторы заверяют, что у посетителей останется море позитивных впечатлений. Альбина Курочинова, Кенджева, Мухаммед Ашибоков. Вести, Карачаева, Черкисия. Это все, Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Между нами глубокое море». Всего доброго и удачных праздничных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова